В Петербурге после разрушительных воровских 90-х с массовыми незаконными приватизацией всего и вся и в не последнюю очередь торговых помещений на бойких местах с переделкой по 7-минутные нужды остались лишь две настоящие, но еще живые легенды советского общепита. Это Пышечная на Большой конюшенной улице 25 и Пирожковая на Московском проспекте 192. Конечно же самая классная по известности по качеству, по широкому ассортименту Пирожковая была на Невском проспекте 20, недалеко от ныне сохранившейся Пышечной. Помнится, после 1992 года за это помещение начались битвы между коллективом и прихватизаторами, продлившиеся около года. Об этом там в средствах массовой информации писали, освещалось, но вы сами понимаете, волна бешеной воровской приватизации естественно спихнула на обочину жизни старый женский коллектив и в помещении резко появился новый хозяин, а также западный фастфуд с салатами, воняющими за версту машинным маслом и за бешеные деньги. На Невском проспекте 20 были, конечно, классные пирожки, пирожки размером с ладошку, выбор был очень широкий, работал широченный прилавок, по-моему, на 8 продавцов и лежали горами выложенные эти пирожки, работало с 8 утра пирожковое, можно было зайти до работы, закупиться на обед, сытно поесть. Пирожки были, вот попытаюсь сейчас на память сказать, что и с рисом, с яйцом, с луком, с укропом, с морковкой, с капустой, с повидлой, с мясом, с печенкой, ну и бог весть еще с чем, с картошкой абсолютно точно было. Пирожки были, я говорю, вот такие вот лопоточки с ладошку, буквально взял один пирожок, попил чаю и считаю, что почти пообедал. Ну, теперь вернемся к пирожковой на московском проспекте, которая до сих пор жива. Вот появилась возможность туда заехать по пути, надо еще, конечно, как-то в обязательном порядке специально съездить в Пышечную, на Большой Конюшиной. Ну, а так, московский 192. Вот пирожки здесь печь начали в знаменитом доме со шпилем аж в 1956 году, а 1 сентября 2024 года заведение отметило свое 68-летие. В 60-х годах такие же пирожковые встречались, в принципе, достаточно часто, но теперь она в своем роде осталась единственной во всем городе. Именно вот с той особенностью, что она находится в этом помещении 68 лет, не меняла свое предназначение, не меняла госты, рецепты и так далее. Да, другие заведения со словом пирожковые, пироговые, там пироги, именные пекарни есть там, всякие импортные и так далее. Но это новодел с непонятными полусухими пирожками, пирогами и коренделями, каким-то точно, но не нашим рецептом, да еще напичканные неместными добавками для сохранности и усиления вкуса. А вот таких, которые родились на этом месте и с нормальными неизменными рецептами, точно больше нет. Здесь работают по старым нормативам, повара приходят к 6 утра, начинают месить тесто и готовить начинки. Ну, сейчас в пирожковой, что еще добавилось, что кроме пирожков стали печь пироги, в том числе на вынос, и, естественно, беляши. И, как оказалось, на беляши есть огромнейший спрос, люди стоят в очереди и ждут, когда вынесут очередной поднос с беляшами, с пылу, с жару, и платят за это деньги, даже не задумываясь. Впрочем, я тоже так зашел, купил, меня цены не очень как бы волновали, хотя они изумительны по нынешним временам. Ну, а беляши, помните эти жирные, сочные, поджаристые беляши румяные, по-моему, 18 копеек. Ну, а работа заведения этого до 20 часов, кроме того, сейчас у заведения появилась опция доставки. Ну, естественно, что за это время проведена была приватизация, старейшая хозяйка работала, сейчас занимается ее внук. Итак, смотрим. Ну что, вот взяли на пробу пирожков, по 4 каждого вида, который приглянулся. Были там еще всякие кренделя, ну, посмотрим, попробуем, насколько это напомнит советские пирожки. Вот чек, что взяли, тут в принципе видно, ценник я тоже снял вам. Ну, первое впечатление, единственное, ну, по-моему, размер подкачал. Ну, были раньше побольше, такие лапки с ладонь, как рыба-плотва. Все это 868 рублей. Вот такие дела. Ну, а теперь поехали домой. КОНЕЦ